Доброго дня, граждане Республики Астан. Меня зовут Белялов Сергей. Я сегодня хотел поговорить о накопительном страховании жизни. Добровольном накопительном страховании жизни. Чтобы это было понятно, я приведу простой пример. Это у нас пенсионное накопление. Помните пенсионное накопление? Я рассказывал про вот эти выписки о пенсионных отчислений от Белялова Сергея. Эта выписка у меня на 12 июля, я ее брал, с 1998 года. В принципе, накопительную пенсионную систему примерно похоже. Мы откладываем деньги, забрать их невозможно. При достижении определенных условий, только там пенсионного возраста частями, или перевод пенсионного аннуитета и получать досрочную пенсию в 55 лет. Что я сделаю в понедельник и уже буду получать пенсию с августа месяца. Итак, всего за период с 1998 года по 2020 год, это у нас получается сколько? 22 года, да? Я перечислил пенсионный фонд 4 млн 502 тыс. 4 млн 502 тыс. Но на счету едино накопительного пенсионного фонда у меня 14 млн 432 тыс. То есть разница 10 млн. Рост это примерно 320%. Что это такое? Деньги у меня просто росли. Но самое главное, они не потрачены. Не потрачены. Потому что если мы начнем изымать деньги, где будет предел? Сейчас нам уже предлагают занять 10%, потом скажут, давайте еще 5%, потом еще дай. А, боже мой, там ничего не осталось, давайте вообще все раздадим. На что будем жить? Накопительное страхование жизни предлагается несколькими страховыми компаниями, которые предлагают накопить деньги на определенное какое-то событие. Например, пенсию, потому что не хватает денег. У кого не хватает деньги на пенсионный аннуитет, они могут доложить свои деньги. Вот если у меня, например, было бы не 14 млн, а 4,5 млн, я бы мог доплатить бы еще 6 млн. И тогда я мог бы оформить пожизненный аннуитет в 55 лет. Ну понятно, что у кого-то меньше, у кого-то больше денег и так далее. То есть можно доложить, например, для пенсионного аннуитета накапливать деньги. Или для образования своих детей, или, не знаю, покупку квартиры и так далее. Это можно делать. При этом деньги копятся и они не тратятся, потому что забрать их, изъять их невозможно в течение двух лет. Причем если будете забирать до 5 лет, то, соответственно, вы будете нести потери. Это стимулирующий образ. Благодаря чему есть такого понятия, ну я так назову это, кредитный рейдинг, когда под свои деньги вы можете взять еще и кредит в страховую компанию. То есть деньги не просто лежат, они приносят прибыль, но вы при этом еще можете пользоваться этими деньгами. Начинается он с 2004 года. Например, если вы откладываете по 100 тысяч тенге, за 4 года вы на поплите 400 тысяч, вы можете взять, например, кредит 185 тысяч, для того, чтобы, ну какие-то бывают такие постмажорные обстоятельства. Но обязательно с возмещением. При этом еще инвестдоход. Вот, если человек 3 года выдержал, правильно платил, то есть ему еще дополнительно отчисляется инвестдоход сверх обещанной накопленной суммы. Примерно, если человек захочет расторгнуть деньги, то через 4 года он сможет вернуть 400 тысяч тенге, а сможет только 265 тысяч. Это стимулирующие вещи. Но в конце, вместо 1,5 миллионов, он получит 1,836 миллиона. Это гарантировано. Еще одна хорошая вещь, это когда, не дай бог, что-то произойдет, то наследники будут защищены. То есть намерение реализации цель страховой компании позволяет ее реализовать независимо, что бы ни произошло. Если произойдет какие-то трагические события, то наследникам будет выплачена та сумма, которую человек хотел накопить. Но цель не в этом. Цель в том, чтобы мы хотели себе накопить и порадоваться этим деньгам. И это дает возможность накопить на страхование. У нас примерно 7 компаний по страхованию жизни. Сейчас я попросил выслать им инновационный материал, чтобы я мог сопоставить накопительные программы, где какие бонусы есть. Для того, чтобы вам сделать обзор по накопительному страхованию для обеспечения вас или для обеспечения детей или внуков. Это я сделаю такой обзор. Почему это важно? Потому что самые хорошие вещи делаются в самые неблагоприятные времена. Например, если вы, кто знает, например, есть такой Чемкентский светцовый завод. Это было градообразующее предприятие в Чемкенте. Решение о его создании было принято 29 октября 1929 года. Советская власть еще полностью не успокоилась. Полностью в блокаде экономической со всех сторон. Интервенция, голод, нужда. Но тем не менее в 1929 году было принято решение строительства завода. В 1931 году, уже в январе месяце, был дан первый цемент. Строительство ООН, строительная контора была создана в 1931 году. В марте месяце, потому что нужно было готовить страну к войне. Вы знаете, что в Европе уже появился фашизм, майн кампф, где было всем известно, что война будет на востоке от Германии. То есть Советский Союз будет обязательно захвачен. Английские монополии предполагали захватить балкашские руды, металлургические комбинаты Казахстана. То есть это были планы. Но Советский Союз готовился. Причем он готовился не в одной линии фронта. Он готовился еще на Урале, за Уралом и в том числе и Казахстаном. В декабре 1941 года в Воронеже, в Подольске, свинцово-прокатный завод был развернутый у нас в Чемкенте, на Чемкентском свинцовом заводе. И у нас получился полностью законченный цикл производства свинца. Это самые тяжелые времена, самые неподходящие времена. Каждая седьмая пуля из десяти во время Великой Отечественной войны были произведены именно на Чемкентском свинцовом заводе, который был построен в самые неподходящие времена. Это позволило нам выиграть войну. Так вот и страхование жизни позволяет нам сформировать резервы. Вы можете соглашаться, не соглашаться, но с одним вы согласитесь точно. Тот, кто не потратил все, имеет, не все деньги, имеет больше возможностей. Поэтому называется богатый. Богатый тот, который тратит меньше, чем зарабатывает. Не тот, который много тратит, а тот, который сохраняет. В самые тяжелые времена, в кризис, обратите внимание, идет все предложение по скидкам. Цены падают на квартиры, цены падают на автомобили, все продается по низкой цене, лишь бы купили, потому что не у всех хватает денег. И тот, который накопил денег, он король. Он может купить все, что он хочет. Накопительное страхование позволяет вам создать финансовый резерв и избежать любых чрезвычайных ситуаций. В течение недели-двух я создам обзор, познакомлюсь со всеми накопительными программами страхования жизни, что предлагают казахстанские компании, которые работают на территории Казахстана. И предложу вам обзор, что выгоднее, что невыгоднее. При этом я даже могу заключить пари. Кто оформит программу страхования жизни через меня, я для этого человека оформлю депозит. И перечислю этому человеку тоже деньги. Ну, например, если человек оформит программу на 100 тысяч тенге, я открою ему депозит на 10 тысяч тенге. После того, как он перечислит деньги, оформит полис, и он начнет действовать. И перечислю 10 тысяч тенге за страховную. Для того, чтобы он открыл тоже депозит. И у нас будет пари. Если вы не потратите 10 тысяч тенге, и они будут лежать на депозитах, на них будут накапливаться проценты. И я тоже открою депозит и буду смотреть самое актуальное предложение по депозитам. Буду делать по этому поводу обзоры. И буду показывать каждый месяц, сколько приросло этих накоплений. Если в течение 15 лет вы депозит свой сохраните со всеми накоплениями, то я вам подарю этот такой же депозит, который я накапливал на вашем имени. И поздравлю вас с выигрышем пари. Если вы потратите деньги и не сохраните депозит, тогда я оставлю эти деньги себе. Но если вы сохраните, вы получите и депозит, который открыл я лично, и который перечислил деньги вам со всеми накоплениями. И вы получите накопленную сумму страховую компанию. Тот, кто оформит пенсионный аннуитет, у меня будет аналогичное предложение. Только сумма будет поскромнее, потому что сумма будет велики. Но тем не менее, я хочу вам доказать, что самый большой враг нашего финансового благополучия мы сами. Мы сами. Потому что получая деньги в руки, мы начинаем оттратить. В следующей записи я вам покажу, как можно будет планировать свое финансовое будущее, как можно планировать свои расходы и, в соответствии с этим, доходы. Это будет чуть позже. На сегодня у меня все. Живите богато. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok